Тяжело дыша, Станислав Николаевич поднимается по ступенькам. Едва держится за перила. Лифт в доме на Смоленской набережной опять не работает. Человек я молодой, 72 года. Шастать на 10 этаж тяжеловато. Академик Борис Федунец, ему 80 лет, вышел за продуктами в магазин. А теперь подняться к себе на этаж не может. Мёрзнет на улице. Врача к себе не вызовешь, врач не пойдёт на 10 этаж. Сразу отказывают, даже никто не разговаривает. Молодым мамам тоже в очередной раз пришлось сначала спускать коляски вниз, а потом возвращаться за детьми. Третий этаж, но дети, да. Двое детей, коляски, самокаты, сумки. Я думаю, как у каждой мамы. Очень большие пролёты, очень высокие ступеньки. И до девятого этажа дойти достаточно сложно. Особенно, когда это несколько раз в день приходится делать. Два лифта. Один сгнил, его давно пора менять. Второй постоянно ломается. Но починить его коммунальщики не могут. Помещения с лифтовым оборудованием захвачены коммерсантами. Они скупили квартиры на верхнем этаже. Заняли чердак, отремонтировали. И лестницами соединили с комнатами снизу. Увеличили свою собственность в два раза. За счёт... Да, за второй этаж. За счёт общедалевого имущества. Потому что чердак, а тем более лифтовая, является однозначно общедалевой собственностью. Получились апартаменты, которые сдают в аренду за большие деньги. А в машинных отделениях, как говорят, сейчас гардеробные. Через запасные входы в подсобки тоже не попасть. В первом подъезде часть лестницы отрезали, не достать. А во втором люк просто заварили. Загрузочный люк отсутствует, как таковой. Потому что всё занято гардеробной. То есть она прямо над нами здесь? Она прямо над вами здесь. Жильцы дома написали десятки жалоб. Говорят, в ответ префектура Центрального округа узаконила перепланировку. Вот печать под документом. Тогда за свой счёт провели техническую экспертизу. Она подтвердила, что технические помещения были заняты незаконно. Работа лифтов по замене и по техобслуживанию ухудшилась. Делать ремонт в машинном помещении имеет право только монтажная организация при замене лифта. Чиновники встретиться с нашей съёмочной группой отказались. Равно как и хозяева квартир. Остаётся подавать в суд. Но сколько он продлится, неизвестно. И всё это время десятки людей будут ходить по лестницам, пешком или сидеть дома, не имея возможности выйти на улицу. Субтитры подогнал «Симон»